Фразы из его книг моментально становятся крылатыми, впечатляют его острый ум и способность доносить простыми словами причины сложных ситуаций. Как полюбить себя и укрепить самооценку? Тема Челябинской лекции Михаила Лобковского. Это даже не лекция, это публичная консультация. Построена следующим образом. Конечно, я расскажу о той теме, которая сегодня будет. Но самое главное, в зале очень много людей, 600 или 700 человек. Из них вопросы смогут задать от 20 до 50 человек, там есть микрофон и записка. Но так как все пришли на одну и ту же тему, то те, кто не смог задать вопрос, они в любом случае, как правило, получают ответ за счет тех, кто задает такой же вопрос, какой есть и у них. Так как все пришли по одному и тому же поводу. И это самый интересный жанр, потому что просто два часа слушать, когда человек в одно лицо разговаривает, это тяжело и лектору, и службу. А когда вы задаете вопросы, то другие получают ответы, потому что у них такой же вопрос, как и у вас. Главное занятие, это все-таки публичные консультации. Так как я стал выздоравливать, первое, с чем я столкнулся, мне стало не очень интересно вообще работать психологом. Чтобы работать психологом, надо иметь все-таки проблемы в своей собственной инотехе, это неинтересно. Вы же здесь захотите слушать «Чужое горе» за деньги? Или я что-то не знаю? Это то, о чем вы мечтали? Нет? Ну вот, и никто об этом не мечтает. Поэтому я очень мало работаю индивидуально. Я просто, чтобы поддерживать какой-то уровень профессиональный, так как я уже почти 40 лет работаю психологом, я редко, но веду приемы. В основном, конечно, я занимаюсь поездками и блогами, и Инстаграмом, и Фейсбуком, и Ютьюбом. И сейчас Ютьюб будет еще больше и так далее. Вот уже несколько лет компания «Доброта Продакшн» знакомит наш город с удивительными и яркими известными личностями. Чаще всего эти мероприятия приобретают светский характер, но эта встреча стала особенной. Михаил нам рассказал, что его книга «Хочу и буду» сейчас самая продаваемая в России. Мы считаем, что это тоже некая связь с нашим литературным квартирником. Конечно, это не светское мероприятие, и поэтому сюда приходит целевая аудитория. Мне очень понравился его подход, и не то, что он неординарный, он может быть и обычный, но он обычными простыми словами говорит об очень важных вещах. Я жду позитива, новогоднего настроения, каких-то новых идей для себя и открытий. Это не так, что было жду одушевления, но это же всегда интересно, что-то там о себе новое узнать, подчеркнуть. И вообще, думаю, что вечер будет очень интересный сегодняшний. И вообще, все, что касается саморазвития, полезно, увлекательно. Мне нравится его простота, прямота. Вот то, что люди в нашей жизни очень много зациклены не на том, о чем нужно вообще думать. Нужно в первую очередь, правильно он говорит, полюби себя, и то есть весь мир будет любить вас. Сегодня модно быть психологом, а потому в наши дни достаточно желающих кого-нибудь проконсультировать и что-нибудь посоветовать. Да и люди с проблемами далеко не всегда в курсе, что это за специалист и чем подтверждена его квалификация. Это плохо, и это связано с отсутствием лицензирования психолога. Потому что это не лицензированная деятельность. Вот врач-психиатр – это лицензированная деятельность. Каждый второй себя психиатром никак назвать не может. А психолог может. Значит, с другой стороны, это гуманитарная специальность. Ну, такая же, как, например, я даже не знаю, с чем сравнить. Человек, который занимается дефектологией, предположим, в Дик-Мега. Я считаю, что это проблема пациентов. Они должны попросить диплом, показать. И дообразование должно быть классическое, традиционное. Не курсы в Рашиловске «Стрелок» трехмесячное, включая там очень много специальностей, кроме психолога, а нормальное психологическое образование. Обычно психологам готовят чистый психологический факультет или педагогический институт, психфакт педагогического университета. Человек должен отучиться свои 5 лет, сейчас, по-моему, даже 6 уже, и иметь специализацию в психологии. А остальные могут делать, что хотят, объявляя себя кем угодно. Они, на самом деле, не психологи. Есть такая размытая специальность, как коуч. Он же тренер. Это не требует психологического образования. Вот 90% тех людей, о которых вы говорите, это все-таки в самом тренере. Вопросов на этой публичной консультации было столько, что ответов на всех не хватило. Но мы уверены, что каждый для себя из этой лекции получил то, зачем пришел.